37-летний участник шоу «Три аккорда» не может поверить в трагедию. Артист тяжело переживает потерю любимой, которая скончалась в минувшую субботу. Сегодня Сумишевский впервые после горестной новости вышел на связь с поклонниками. Он опубликовал эмоциональный пост и сопроводил его музыкальным роликом, в котором показал счастливые моменты жизни с супругой. «Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело, такую боль я еще не испытывал. Не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них», – делился вдовец. Музыкант заявил, что несмотря на личное горе, все же организует концерт в Крокус-Сити-Холле, который был запланирован ранее, а также продолжит гастроли по стране. «Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи», – признавался артист. «Наташа всегда мотивировала нас быть сильным, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в Крокусе и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее, для вас. Также поддерживаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи». Отметим, что 8 февраля жену Ярослава Сумишевского похоронили в Москве. На церемонии прощения присутствовали лишь близкие семьи Сумишевских. Похоронили супругу артиста на Химкинском кладбище. Коллеги и поклонники Ярослава все еще не могут поверить в трагедию. Они желают кумиру сил пережить страшное горе. «Наташенька, миленькая, царствие небесное тебе. Страшное горе, беда. Ярослав, держись, мы всей семьей соболезнуем. Плачем вместе с вами». Написала Вика Цыганова в социальной сети. К ней присоединился Михаил Шуфутинский. «Ярослав, страшное горе постигло тебя. Что может быть ужаснее, чем потеря самого близкого любимого человека? Прими, пожалуйста, мои соболезнования. Светлая память Наташе. Словами, даже самыми добрыми и искренними ее невозможно вернуть. Ты должен выдержать это тяжелейшее испытание. «Дай Бог тебе сил», – подчеркнул артист. «Ярослав, прими мои соболезнования. Сил тебе, я рядом всегда». Царствие небесное новопредставленной рабе Божьей Наталье. Поддержал артиста певец Руслан Алихно. Наталье.